Масштабная акция «Сирийский перелом» успешно завершена Масштабная акция «Сирийский перелом» успешно завершена Более миллиона россиян и гостей нашей страны ознакомились с уникальной передвижной выставкой трофейного оружия террористов В торжественном митинге по этому случаю приняли участие заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков Заместитель министра обороны РФ начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картополов Другие военачальники и представители органов военного управления, военнослужащие Западного военного округа и Северного флота Курсанты военно-учебных заведений, юноармейцы, а также артисты академического ансамбля песни и пляски российской армии им. В. Александрова и Центрального дома российской армии имени МВ. Фрунзи Напомним, что уникальная акция «Сирийский перелом», проводившаяся в соответствии с решением президента РФ, стартовала 23 февраля с Казанского вокзала в Москве Поезд состоял из 18 вагонов с более чем 500 образцами трофейного вооружения и техники террористов Среди них бронетанковая, инженерная техника, артиллерия, бронеавтомобили, холодные и огнестрельные оружия, самодельные взрывные устройства, а также иностранные рационы питания, экипировка и другое различное оборудование боевиков В качестве экскурсоводов по экспозициям выставки выступали военнослужащие участники операции в Сирии Открывая торжественный митинг по случаю встречи эшелона в парке «Патриот», генерал-полковник Андрей Картополов заявил, что акция «Сирийский перелом» завершена и ее основные цели достигнуты В их числе, помимо военно-патриотического воспитания и популяризации военной службы, предоставления возможности максимальному количеству граждан России убедиться в успехах сирийской армии вооруженных сил РФ в борьбе с международным терроризмом Правдивый рассказ о том, что происходило и происходит сейчас в Сирии За 65 дней пути эшелон преодолел 28,5 тысячи километров, сообщил он Военно-патриотические мероприятия проведены в 62 городах Уникальную выставку посетили более миллиона россиян и гостей нашей страны По словам заместителя министра обороны РФ начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Акция проведена под непосредственным руководством заместителей командующих войсками военных округов и флотов по военно-политической работе В мероприятиях акции принимали участие полномочные представители президента РФ в федеральных округах, главы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления В рамках подготовки и проведения акции «Сирийский перелом» отработаны вопросы практического взаимодействия объединенных стратегических командований военных округов, флотов и командований территориальных гарнизонов с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, сказал генерал-полковник Андрей Картополов Практический опыт в организации и проведении подобных мероприятий получили более 950 военнослужащих, принимавших непосредственное участие в акции В культурно-художественном обслуживании участвовали концертные группы ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзи, а также все ансамбли песни и пляски военных округов и флотов Заместитель министра обороны РФ отметил, что выставка вызвала интерес среди молодежи и совсем юного поколения На всех станциях прибытия эшелона была организована работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту, которые посетили более 30 тысяч человек Заявления о заключении контракта подали около 2000 молодых людей Необходимо отметить населенные пункты, в которых мероприятия акции вызвали наибольший интерес Это Санкт-Петербург 54 650 человек Казань 42 655 человек Владимир 36 050 человек Нижний Новгород 32 969 человек Екатеринбург 32 240 человек Мурманск 31 910 человек Новосибирск 31 200 человек Хабаровск 25 540 человек Великий Новгород 31 400 человек Перечислил этих генерал-полковник Андрей Картополов А если соотнести численность населения к количеству посетителей выставки, то в лидерах такие небольшие населенные пункты, как Новый Иргал, Сковородина, Ишим, Плесецк, Беломорск, Кандалакша и Оленигорск, где в мероприятиях акции приняли участие до 70% населения Безусловно, огромный вклад в успех нашей акции внесли представители средств массовой информации, которым выражаю слова признательности и благодарности за мощную и качественную информационную поддержку, продолжил начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ В ряде городов, по его словам, на мероприятиях присутствовали представители сирийской диаспоры, проживающие в России, которые выступали на митингах и выражали глубокую признательность российским военнослужащим за оказываемую помощь сирийскому народу в борьбе с терроризмом и отдельные слова благодарности за проведение акции Генерал-полковник Андрей Картополов также проинформировал, что результаты социологических исследований, проведенных на станциях, показали высокий уровень удовлетворенности граждан мероприятиями акции Средний показатель 93%, а 96% опрошенных считают, что патриотические мероприятия такого рода необходимо проводить и в дальнейшем Выражаю благодарность всем организаторам и участникам акции, сотрудникам российских железных дорог, особенно поездным бригадам, а также журналистам Мы планируем в 2020 году провести аналогичную акцию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и уже начали ее планирование В завершение своего выступления поздравляю всех со светлым днем Воскресения Христова К слову, сообщу, что ночью во время пасхального богослужения патриарх Кирилл осветил главную икону главного военного храма Воскресения Христового знаменования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который возводится здесь, в Парке Патриот Эта икона во вторник отправится в путь по городам страны, гарнизонам, флотам и воинским частям и через год вернется сюда, чтобы занять свое место в уже возведенном главном военном храме Заключил заместитель министра обороны РФ начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации После этого, завершая торжественную церемонию в Парке Патриот, юно-армейцу устроили флешмоб Около ста ребят выстроились в слово мир и запустили в небо разноцветные воздушные шары Виктор Худалеев, Красная Звезда, Парк Патриот Субтитры создавал DimaTorzok